Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Коллективы общественной компании «Гагаузи» радиотелевизиону были представлены три избранных члена наблюдательного совета компании. Совет старейшин АТО «Гагаузи» изменил свой устав. В селе Копчак прошел очередной этап чемпионата «Гагаузи» по вольной борьбе. В Камрате был организован благотворительный концерт. На втором заседании Народного собрания «Гагаузи» был рассмотрен и принят во втором чтении закон о прокуратуре. Депутаты утвердили законопроект после проведения публичных слушаний, как гласит регламент. Подробнее в сюжете Ирина Караман. Закон о прокуратуре регламентирует проведение конкурса на должность главного прокурора автономно-территориального образования «Гагаузи», отметил депутат Народного собрания «Гагаузи» Михаил Железогла. Закон касается того, что в связи с принятием в 2016 году парламентом республики Молдова закона о прокуратуре. В законе было включено, что отбор кандидата на должность главного прокурора прокуратуры автога «Гагаузи» проводятся на основании критериев и требований, которые устанавливаются местным законом, который принимает Народное собрание. И, конечно, мы как законодательный орган воспользовались этим правом для реализации в том числе наших полномочий. Этот закон был принят в двух чтениях. В первом и втором чтении были в этот закон внесены соответствующие поправки и инициативы. С этой инициативы по этому закону вышли депутаты КСА и Железогла, и, соответственно, депутаты дали свои поправки, и мы включили определенные изменения. Закон принят и направлен Башкану к «Гагаузи» и «Реневлаг» для промульгации. Второй, связанный с этим же вопросом, повестку дня был включен, вопрос, как законодательная инициатива от Башкана, ее инициатива была направлена в Народное собрание, чтобы принять проект закона о внесении изменений в республиканский закон о прокуратуре республики Молдова, который был принят в 2016 году. И речь в данном законопроекте, цель данного законопроекта, как раз приведение в соответствии нашего, ну, закона о прокуратуре в соответствии с нашим уложением. И предлагается, чтобы в том числе, чтобы в закон о прокуратуре республики Молдова были внесены изменения, и это должно звучало как прокурор «Гагаузи». Михаил Железогла подчеркнул, что Народное собрание «Гагаузи» воспользовалось своим правом внесения изменений в закон о прокуратуре, согласно статье 73 Конституции Республики Молдова. Ирина Караман, Сергей Георгиев, Артем Топал, Новости ГРТ. Коллектив общественной вещательной компании «Гагаузи» радиотелевизиону были представлены три избранных члена наблюдательного совета компании. Общественный деятель Михаил Влах, экс-руководитель частной телерадиокомпании города Тараклея Василий Касса и директор муниципального театра Денис Пынтя. Они были избраны Народным собранием «Гагаузи» 18 марта. Председатель постоянной комиссии по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политики и СМИ Сергей Захария отметил, что уже наблюдательный совет укомплектован и в дальнейшем может работать на развитие компании. Председатель постоянной комиссии по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политики и СМИ Сергей Захария отметил, что наблюдательный совет должен работать на имидж и развитие компании. «Хочу пожелать всему наблюдательному совету плодотворной и успешной работы, конструктивной работы с компанией, потому что мы знаем, что есть вопросы, есть, которые нужно рассматривать, рассматривать на уровне наблюдательного совета, на уровне компании и на уровне Народного собрания. Уже понимаем, что очень скоро будем переходить из аналогов телевидения на цифру. Необходимо, наверное, вместе с наблюдательным советом об этом подумать. Второе, пожелания были, чтобы мы побольше охватывали регионы Гагаузии». Члены наблюдательного совета отметили, что необходимо работать над качеством программ. «Уважаемые коллеги, кто здесь находится, каждый из вас должен творить историю нашего народа. И каждый из вас, как Василий Георгиевич сказал, должен быть, кроме заработной платы, еще и энтузиастом». «Я бы хотел, чтобы в этом коллективе появились еще и энтузиасты, которые не только за зарплату, а, скажем, просто желали, искренне желали что-то сделать для того, чтобы рейтинг ГРТ стал повышаться». «Надеюсь на плодотворную работу, и вместе мы сможем сделать нашу компанию лучше». Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Захарей отметил, что в законе о телерадовещании была изменена статья 38-я. Она предусматривает, что в конкурсе на должность исполнительного директора могут участвовать жители автономии, имеющие высшее образование и три года стажа на руководящие должности. Ранний исполнительный директор, согласно закона, должен был иметь обязательно экономическое образование. «Мы считаем, что Народное собрание считает, что это сужало круг лиц, конкурсантов, которые могли бы участвовать в этом конкурсе на занятии данной должности. Плюс эти завышенные требования в отношении лица, участвующих в конкурсе, приводило к тому, что многие сотрудники компании, да и не только сотрудники, но и извне, не могли участвовать в этом конкурсе. С этим и образовалась некая вакансия». Исполняющая обязанность исполнительного директора общественной вещательной компании Галина Марисева отметила, что за четыре года в общественной вещательной компании ГРТ поменялись четыре руководителя, что негативно отражается на работе компании. «Частая смена руководства в компании, она очень большой, отрицательный результат дает, потому что только человек вникает, только начинает что-то делать. Тут какому-то политику этот руководитель не интересен, или не симпатичен, или не знаю что, и давай запускается танком тут с компанией. В итоге коллектив остается один на один со всеми судебными тяжбами, которые нам достаются в наследство». После избрания трех членов наблюдательный совет полностью комплектован. С сегодняшнего дня с 12 часов по молдавскому времени часть национального воздушного пространства Республики Молдова вновь открылась для гражданских и государственных самолетов. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны. Чрезвычайный полномочный посол Румынии в Республике Молдова Даниэл Иоаннице вручил подарки многодетным семьям. Электронные планшеты получили ученики из нуждающихся семей. По словам дипломата, это знак уважения и укрепления отношений между Румынией и Гагаузией. По мнению полномочного и чрезвычайного посла Румынии Даниэла Иоаннице, планшеты с развивающими программами позволят детям приобрести навыки пользования компьютерной техникой. В условиях продвижения деятельности во всем мире мы должны позаботиться о своем будущем, а это наши дети. Мы знаем, что много социальных проблем, но нас радует, что мы решились приехать в Гагузию с подарками. Это дары от Агентства по развитию Румынии. Полномочный посол Румынии в Республике Молдова Даниэл Иоаннице посетил Гагузию по приглашению башкана Ирины Влах. Глава автономии поблагодарила его за внимание Гагузии и за оказанную поддержку. На этот раз многодетные семьи получили 25 электронных планшетов. Родители и дети поблагодарили за знак уважения высокопоставленных лиц Молдовы и Румынии. Мы добили ребенка, что хоть что-то имел ребенок в таком возрасте, 13 лет, ему уже подарили планшет. Они помогут для учебы, как это дистанционно, нам очень поможет. Это когда у нас не было планшета, дети не могли быть дистанционными на уроках. Даниэл Иоаннице завершает мандат чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Молдове в 2022 году. Анна Алтыева, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости. В минувшие выходные в Доме культуры муниципе Акомрад прошло общее собрание членов общественной ассоциации Совет Старейшин АТО Гагаузия. Был представлен отчет о проделанной работе за 2019-2021 годы. Председатель общественного объединения Совет Старейшин АТО Гагаузия Василий Арнаут отчитался за проделанную работу за последние три года. Он отметил, что роль объединения велика не только на уровне Гагаузии, но и для каждого населенного пункта автономии. Только взаимодействуя с местными органами власти можно решать насущные проблемы, подчеркнул Василий Арнаут. Он также отметил, что за этот период была оказана различная помощь людям преклонного возраста. Оказывает существенную помощь пожилым людям в решении самых различных социальных проблем совместно с социальными работниками и примарами населенных пунктов. Последние три года отмечены повышением количества рассмотренных и разрешенных вопросов в деятельности общественного объединения, а также активность работы по всех первичных организациям населенных пунктов Гагаузии. На встрече присутствовали представители исполкома депутат парламента Ивана Кексал. У них очень богатый жизненный опыт, у каждого свой профессиональный опыт, с которым они несомненно делятся. Были услышаны и озвучены проблемы из территории, поэтому некоторые взяты на карандаш, некоторые мы решили на месте. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба и процветания этой очень полезной организации для нашей автономии, потому что в Советы Старейшин в населенных пунктах работают в упряжке с примариями. И это, конечно, способствует хорошей атмосфере и охватывается больший круг людей, которым необходимо внимание. Были внесены изменения в устав общественного объединения Совета Старейшин АТО Гагаузия. У нас был нормальный, хороший руководитель, председатель общественного объединения. Ну а каким он сейчас станет, с новым названием, в новом уставе он записан как администратор. На заседание ассоциации избрали членов Совета. В состав объединения войдут семь человек – администратор и ревизор. Также утвердили руководители филиалов ассоциации. Это собрание очень важное, потому что у нас очень трудное положение. Мы изменили устав свой и думаем, этим уставом намного лучше будет работать и легче, и материальное положение будет организации лучше. И собрание удалось провести удачно. Я бы хотела пожелать всем участникам данного собрания крепкого здоровья, но и всех членов семьи, добра и мира. Как отметил примарсел Атамай, у аксакалов можно научиться многому. Обсуждаем ситуацию в селе, ситуацию с состоянием старшего поколения, где мы выявляем те проблемы, которые нужно немедленно вмешаться в примарии как власти. И, естественно, беря это на карандаш, выходя на местный совет, мы находим выход из этих положений. Аксакала на заседании затронули и ситуацию в стране, отметив нехватку медицинских сотрудников, сложные ситуации в сельском хозяйстве и другие вопросы. Они намерены обратиться к представителям власти региона для решения этих вопросов. Зинаида Канцер, Влад Табачук, ГРТ Новости. С начала года произошло около трех тысяч пожаров растительности. На их локализацию из госбюджета ушло как минимум два миллиона леев. Особенно остро эта проблема чувствуется весной, когда жители сел наводят порядок на участках и поджигают траву, а метеоусловия способствуют распространению огня. Экологические инспекторы признают, что им очень сложно выследить тех, кто намеренно поджигает растительность. Всего с начала года наложено только 13 штрафов, по остальным делам еще ведется расследование. Взыскания, применяемые за сжигание растительных отходов, составляют для физических лиц максимум 4 500 леев, для юридических – 15 000 леев. При этом сотрудники главного инспектората чрезвычайных ситуаций констатируют, что за первые три месяца этого года число подобных случаев увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года. В воскресенье 20 марта в Камрадсе в одном из кафе-баров прошел благотворительный концерт. Любители живой музыки смогли послушать выступления ковер-группы South Side Band. Собранные средства были направлены на поддержку людей, нуждающихся в социальной помощи. Подробнее в сюжете. В социальных сетях неоднократно появляются объявления о людях, которым необходима помощь. Как отмечает один из организаторов благотворительного концерта Николай Мелинтий, это и стало поводом для проведения благотворительного концерта. Это благое дело, поэтому я думаю, что все поддержали нас. Всех посетителей благотворительного концерта в этот вечер ждал бесплатный горячий напиток от уютного заведения. Давно следим за аккаунтом в соцсетях фонда «Рука помощи». Также часто участвуем в акциях данного фонда, поэтому этот фонд совершает очень много добрых дел, поэтому мы хотели именно этим мероприятием внести свой какой-то вклад в дальнейшее развитие данного фонда, потому что очень много людей действительно получают помощь, социально уязвимые семьи, старики. Руководитель группы «Рука помощи» Елена Акбаш поблагодарила организаторов благотворительного концерта за оказанную поддержку. Все вырученные средства пойдут в нашей группе «Рука помощи» для покупки продуктов и необходимого старикам, нуждающимся из Гагаузии. Благотворительный концерт с участием кавер-группы «Соудсайд Бэнд» проходил на протяжении двух часов. В селе Копчак прошел очередной этап чемпионата Гагаузии по вольной борьбе. Эти соревнования помогают подготовиться юным спортсменам к самому главному состязанию – чемпионату Молдовы. В чемпионате Гагаузии по вольной борьбе среди спортсменов 2009 года и младше приняли участие юные борцы со всей автономией. С каждым годом интерес к вольной борьбе растет. Более 150 участников показали мастерство борьбы в 13 весовых категориях и стремление к победе. «Вольной борьбой у нас в Гагаузии занимается около 800 человек. Работают 26 тренеров в Гагаузии только по вольной борьбе. И чтобы детей в одну кучу не собирать, мы их собираем, разделим на возраста и проводим. Сегодня начали на мероприятии. В прошлой соревновании у нас был Кангазе, в Ковчаке, у 18 будет Камраде». Главный судья соревнований Михаил Молла подчеркивает, что чемпионат поможет выявить самых талантливых и сильных борцов для подготовки к чемпионату Молдовы. «На сегодняшний день на данном чемпионате Гагаузии участвуют дети возраста 2009 года и младше. Участников всего 153 из всех населенных пунктов Гагаузии. Мы ограничиваем и делаем внутренний чемпионат Гагаузии для того, чтобы отобрать самых лучших спортсменов, выявить самых перспективных и готовиться к чемпионату Молдовы». Юные спортсмены не скрывали своего волнения, но они с радостью приняли участие в чемпионате Гагаузии. Кто-то выиграл, кто-то остался без медалей, но каждый из них получил неоценимый опыт участия в соревнованиях. «Я волновался вначале, когда приезжала. Потом я в первой схватке выиграл со счетом 12-0, во второй 13-0 проиграл, а в третьей, думаю, что выиграю и возьму третье место». «Я настроился на победу, настроился на первое место, но не получилось, но третье место для меня тоже хорошо». «Я настроился, конечно, на победу, но первую схватку я проиграл, и сейчас буду бороться за третье место. Я думаю, что я победу и получу, в принципе, третье место». Тренеры отметили высокий уровень проведения состязаний. Многократные призеры чемпионатов Европы и Молдовы по вольной борьбе пожелали детям успехов и усердно тренироваться для достижения высоких результатов. «Я тоже начинал, как я эти дети, и как зашел в этот зал, вспомнил, как тоже у меня был первый турнир, это чемпионат Гагаузии. Я это третье место занял и получил какую-то мотивацию тоже тут у себя Гагаузии по борьбе, и хотел бы пожелать всем детям дальнейших успехов в спорте». «Отбираются дети лучшие, которые входят в троечку, первое, второе, третье места. Потом некоторых ребят отсюда можно отобрать для спортивного лицея, чтобы они продолжили свою спортивную карьеру в спортивном лице. То есть в этом селе очень часто мы проводим турниры, и тут хорошо встречает нас, я имею в виду, хорошая организация турнира». Директор ДЮС США села Копчак Иван Трандафил отметил, что принимать чемпионат Гагаузии по вольной борьбе – большая честь для спортивного комплекса села Копчак. «Для нас большая честь принимать в нашем спортивном комплексе, в нашем зале, чемпионат Гагаузии. Сегодня на чемпионат Гагаузии приехало 153 участника со всей Гагаузии. Это очень хороший и солидный уровень, и все сильнейшие борцы этой возрастной категории у нас присутствуют на этом чемпионате». Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, а также денежными премиями. Олег Дулогло, Леонид Афунос, ГРТ Новости. Ушла из жизни преподаватель русского языка и литературы Камрадской гимназии имени Степана Курогла Вера Николаевна Хржановская. Она проработала в системе образования более 50 лет. Коллеги и все, кто знал Веру Николаевну, выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с постигшим горем и невосполнимой утратой дорогого и близкого человека. Она всегда готова была прийти на помощь, привлекала к себе неподдельной добротой, вниманием, предприимчивостью и целеустремленностью, с заботой о всех своих учениках. Вера Николаевна всегда будет жить в сердцах коллеги учащихся. Ее все любили, уважали, ценили. Светлая память о Вере Николаевне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Нашему каналу удалось записать одно из последних интервью с Верой Николаевной Коржановской. Я порою себя ощущаю связной между теми, кто жив и кто отнят войной. Я связная, бреду в партизанском лесу, от живых донесения мертвым несу. Нет, ничто не забыто и никто не забыт, даже тот, кто в безвестной могиле лежит. Всегда мирного неба, здоровья, счастья каждому и памяти хорошей, памяти доброй. В завершении выпуска о погоде. 22 марта в Гагаузе ожидается ясная погода. Влажность воздуха составит 46%. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха. В Икомраде ночь составит 4 градуса тепла, днем плюс 12. В Ичадар-Лонге ночью 4 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 11 градусов. В Вулканештах ночью плюс 5, днем 12 градусов тепла. Таким увидели сегодняшний день корреспонденты канала ГРТ. Всего вам доброго и до встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова